День за днём 254 сообщения Чрезвычайная обстановка в городе без осложнений Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и никуда тянували Решили за стараться Акция письмо водителю Я раньше занимался спортом, дудом, и там были эти акробатические упражнения, и мне было легко Спортивные состязания в летнем лагере Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее 24 июля плановое совещание проводил заместитель главы города Александр Новиков Какие вопросы обсудили руководители комитетов администрации и муниципальных предприятий Мы расскажем в нашем сюжете В Десногорске приступили к ремонту дорог У нас началась ремонтная работа автомобильных дорог В рамках программы «Мой любимый город» Сейчас проходит ремонтная работа по дороге Н1 Это въезд в город Сибой микрорайон Началось фрезерование в дороге Въезд в Сибой микрорайон Дома 1, Н2 Работа будет продолжаться при благоприятных условиях Комитет по культуре приглашает десногорцев на мероприятия в выходные Всем горожан и гостей города Мы приглашаем 28 июля в 12 часов На городской летней эстраде Праздничная программа Пусть святает проневер и православная Также 29 июля Мы отмечаем день военно-морского флота На территории возле памятника погибшим морякам всех поколений В 11 часов торжественный сбор Безработица в Десногорске составляет 0,68% Более 120 жителей Починка оказались в зоне подтопления На город обрушилась целая череда ливней Ливневые канализации не справились с потоками воды В результате пострадали 4 многоквартирных дома Десятки частных домов, магазины и социальные объекты Сейчас в Починке разрабатывают комплекс мер, предупреждающих подобные потопы А в нашем городе чрезвычайная обстановка без осложнений Сколько раз и по каким причинам десногорцы набирали номер экстренной службы Нам рассказал начальник управления ГОЧС по городу Десногорск Андрей Паранцов На прошлой неделе на территории муниципального образования Спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ По вскрытию дверей на плакной основе 5 раз К ликвидации последствий ДТП с пострадавшими 1 раз По оказанию помощи пожарно-спасательным подразделениям при пожаре 1 раз К выезду на 1 ложный вызов на пожаре При проведении работ в силу поисково-спасательного отряда деблокирован 1 человек Были госпитализированы 3 человека За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 654 сообщения Из них 277 ложные Поступило 20 просьб от населения Из них отработано 16 и переадресовано 4 Минувшие выходные пьяная компания из Десногорска чуть не погибла в ДТП Они пытались уйти от полиции Рассказ об аварии и фото появились в соцсетях Молодые люди на иномарке 22 июля около 4 часов утра в Десногорске Встретили патруль ДПС и решили скрыться В результате погони на перекрестке в Якимовичах машина вылетела с трассы Сбив ограждение и улетела на огромной скорости в Кювет Как сообщает Главное управление МЧС, в аварии имеются пострадавшие Десногорские сотрудники ГИБДД совместно с воспитанниками летних оздоровительных лагерей Провели акцию «Письмо водителю» Акция прошла 25 июля Ее цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Ребята подготовили письма с обращением к водителям С призывом соблюдать правила дорожного движения Быть внимательными на дорогах и снижать скорость перед пешеходными переходами Письма получились интересными и разными по манере Некоторые получились очень трогательными и отражали детские переживания Этой акции ребята хотели выразить свое отношение к тем, кто подвергает опасности их жизни, жизни их друзей, родных и близких Это очень полезная акция Водители, возможно, задумаются о своем вождении и станут лучше водить Дети не будут так очень сильно стесняться подойти ко взрослым И водителям, может быть, задумаются о их самом вождении Все водители, которые останавливались с большим вниманием, отнеслись к их просьбам Лесногорские школьники регулярно проводят акции по безопасности дорожного движения на улицах города В дальнейшем будем также проводить данные мероприятия В связи с тем, что с 25 по 30 на территории Смоленской области проводятся мероприятия По снижению детского дорожного транспортного травматизма и нарушения права дорожного движения Надеемся, что письма будут внимательно прочтены адресатами И на дорогах нашего города не будет автокатастроф А сейчас спортивные новости Команда из Десногорска приняла участие в девятых межрегиональных соревнованиях За звание лучших юных спасателей водников Соревнования проходили в течение трех дней в городе Липецк Всего участвовали команды из 15 регионов страны Это около 150 участников В программе состязаний – легкоатлетический кросс Оказание первой помощи, плавание, гребля на лодках А также соревнования по завязыванию узлов И поисково-спасательные работы на реке Воронеж Десногорская команда не смогла завоевать призового места Но ее участники хорошо показали себя в индивидуальных зачетах Например, девушки заняли два первых места в эстафете по гребле 24 июля в спортивном зале первой школы Состоялись состязания среди воспитанников лагеря «Круто» Подробности в нашем сюжете Ребята разделились на команды и проходили различные спортивные испытания Бег, прыжки, эстафеты с мячом, обручем Также показали свои умения в оказании первой медицинской помощи Все ребята в упорной борьбе смогли проявить свои спортивные способности и навыки Болельщики переживали за свои команды и поддерживали их Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды Захватывали ребят настолько, что они не замечали происходящего вокруг Они поняли, чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными Все участники получили заряд бодрости и массу положительных эмоций Состояния удались на славу, потому что давно не было таких развивающих спортивных игр Я очень рад Достаточно интересная идея, было очень весело Мне кажется, всем, кто принимал участие в этих состязаниях, было очень весело и здорово Положительные эмоции получил, тем более мы еще и выиграли в этих состязаниях Все было очень интересно Мне очень понравилось это состязание, особенно последний конкурс Там присутствовали акробатические движения, в которых я раньше занимался спортом, дзюдо И там были эти акробатические упражнения, и мне было легко Мне больше понравилось то, что надо было первым забить в кольцо Потому что я занимаюсь баскетболом, мне это больше всего понравилось Также у воспитанников лагеря в свободное время появилась возможность играть с новыми мячами в баскетбол и настольный теннис Спортивные снаряды им подарил депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко Хорошим людям хорошие слова говорить не трудно В нашем городе Сногорске еще много хороших людей Людей, которые помогают безвозмездно, помогают детям, помогают нуждающимся Я сегодня хочу поблагодарить Михаила Васильевича Лосенко, депутата областной думы За реальную помощь, которую он оказал воспитанникам в лагере Круто Это теннисный стол, благодаря новому теннисному столу Вы можете посмотреть, как он был в состоянии у нас старый Мы проводим теннисные турниры Сегодня у нас был День здоровья Вы сами посмотрели, как это увлекательно и интересно Михаил Васильевич подарил нам еще и мячи для баскетбола Потому что Лесногорск это площадка и планета баскетбола И мы хотим три-четыре, что сказать? Спасибо! Приглашаем десногорцев принять участие в праздничной программе Посвященной 1030-летию Крещения Руси Мероприятие пройдет на городской летней эстраде Начало в 12 часов дня И в завершении выпуска прогноз погоды 26 июля в Десногорске будет пасмурно Ожидается небольшой дождь Днем плюс 25, ночью плюс 17 На сегодня это вся информация Все самое актуальное и интересное Вы можете найти на сайте DesnaDefisTV.ru С вами была Алина Сазонтова Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин